Сегодня Святая Церковь свершает общую память константинопольских патриархов Александра, Иоанна и Павла. Святой Александр был премником первого патриарха константинопольского Митрофана. Ему приходилось бороться как с орианами, так и с язычниками, которых в те времена было еще много. Однажды в споре с языческим философом святитель грозно сказал ему, «Именем Господа нашего Иисуса Христа повелеваю тебе замолчать», и философа этого тут же поразила немота. Лишь когда всевозможными знаками язычник выразил свое раскаяние и признание правоты учения христианского, речь вернулась к нему. И он, и другие языческие философы искренне уверовали во Христа. По молитве святого Александра был наказан и главный еретик того времени – Арий. Святитель молил Господа не допустить, чтобы отступник от истинной веры вступил в общение с Церковью. И когда явился Арий на встречу с императором Константином и патриархом, чтобы насильно втянуть их в споры о вере, он был тут же поражен смертельной болезнью и позорно скончался в пример назидания о силе Божией. Патриарх Александр прожил долгую жизнь на благоцеркви и скончался в мире в 98 лет. Патриарх Иоанн IV, именуемый постником, – яркий пример редкого епископа, кто сумел совместить свое служение с монашеским образом жизни. Из бедной семьи, без должного образования, он сумел стать выдающимся предстоятелем Церкви Нового Рима и автором богословских трудов, самым знаменитым из которых является покаянный намоканон «епитимник». Эти правила святого Иоанна Постника были приняты всей православной церковью. Избран был святой Иоанн на патриаршую кафедру в 582 году при императоре Тиберии I, который очень высоко ценил благочестие и нестяжательность святителя. Участвуя в делах политических, все же более патриарх тяготел к помощи простому народу, обездоленному. Своей богоугодной в постоянной строгой аскезе жизнью он получил от Господа дар целительства и чудотворений, которые всецело направлял на помощь ближним. Люди освобождались от бесов терзающих дух, больные по молитве святого патриарха выздоравливали, у многих отчаявшихся женщин разрешалось неплодие. Своей чудотворной молитвой святитель Иоанн прекратил в Константинополе страшный мор. А через почти 200 лет на кафедру первосвятителя Константинопольского был избран святой Павел. Время то было непростое. Правил государством император-эконоборец, и православные переносили страшные мучения за святые иконы. Патриарх Павел был благодетельным и благочестивым человеком, но боязливым. Поэтому святитель скрывал свое православие и общался с иконоборцами. После смерти императора хотел он было восстановить иконопочитание, но не сумел это исполнить. Иконоборцы были уже слишком сильны. Тогда святитель, осознав, что не может боли управлять паствой, оставил престол и удалился в монастырь, приняв великую схему. Все дни свои он проводил в покаянии о своем малодушии. По совету его был созван Восьмой Вселенский собор по осуждению иконоборческой ереси, и на престол был избран святитель Тарасий. 12 сентября. День памяти патриархов константинопольских святителей Александра, Иоанна и Павла. Субтитры создавал DimaTorzok